всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду с тех пор как я начал показывать на канале изготовление колбасы вот с тех пор ко мне регулярно наверно раза 3-4 в неделю приходят вопросы можно ли приготовить такую же колбасу только халяльную то есть без свинины я практически всегда отвечаю что вкусная колбаса это колбаса который содержит 25-30 процентов жира то есть сало и обычно в колбасе свиное сало и задаю вопрос вопрошающим а какой сало будете использовать мне говорят но мы курдючные используем в испании курдючных баранов нет по крайней мере их не видел не встречал поэтому я испытать такой способ не могу но есть один вариант колбасы который готовится практически без сала я пытался такую колбасу готовить на канале почему пытался потому что использовал неверный рецепт мне об этом подписчики спасибо вам за это сказали и дали правильный рецепт дали ссылки на на правильные украинские госты речь идет о драгобыческой колбасе это колбаса который делается в городе драгобыч в украине эта колбаса делается из свинины но из нежирной свинины и по сути она напоминает наверное ветчину в первую очередь единственное что и отличает от ветчины это большое содержание тмина я хочу сейчас приготовить правильную драгобыческую колбасу но в магазине кроме нежирной свинины плеча я купил еще и вот такую замечательную нежирную говядину и я сегодня буду готовить две колбасы одну классическую драгобыческую а вторую только чисто из говядины по технологии драгобыческой и приступим для приготовления этой колбасы требуется предпосол в шроте с говядины я срежу все вот эти пленки они здесь не нужны и зачищенное мясо нарежу достаточно крупными кусками куски мне нужны с половинку куриного яйца этот кусок говядины с задней ноги конечно получилось достаточно большая груда обрезков жил всяких прочих с этого куска мяса но они не пропадут я их отправлю в морозилку а когда соберется достаточно большое количество все это дело будет превращено красный концентрированный бульон домиглас на канале рецепт есть сейчас то же самое повторяю со свининой также нарезать не крупные и здесь есть жирок лишний не полностью срезанный я его постараюсь тоже обрезать не особенно усердствую как я сказал что эта лопатка степень измельчения такая же нарезал а сейчас очень важный этап мясо нужно посолить и хорошенько промассировать вот это массирование она не просто для того чтобы мясо равномерно просолилась нет она для того чтобы мясо помялось для того чтобы часть мясных клеток полопалась чтобы мясной сок выделился чтобы он с тем небольшим количеством жир который все-таки есть образовал при интенсивном вымешивании эмульсию и чтобы вот этого самая эмульсия наклейкой очень такая она склеила все эти кусочки мяса крупные для того чтобы у нас колбаса в конце концов было достаточно плотно докажем не распадалась на куски еще момент по этому госту не гост он в украине другом называется так вот по нему для драговоческой идет 25 граммов соли на килограмм свинина любая свинина гораздо более жирное мясо чем говядина большое количество соли хорошо работает когда есть большое количество жира говядина как искала не жирная поэтому для свинины возьму 25 грамм нитритной соли на килограмм пополаме с обычной поваренной смешаю как для вещей не делается и нитритной соли меня 0 5 процента содержание 3 то натрия а для говядины возьму 22 граммов всего соли то есть половину из них будет нитритные поехали перемешивать все взбивать так сказать это мясо я буду при помощи своего планетарного миксера соль здесь уже смесь нитритные поварим смотрите как выглядит мясо вот оно уже такое разлохмаченный по краям вот таком состоянии пусть просаливается ведь она такое хорошенько побитая сначала я говядину взбивал раз уж я говорю о халяльной колбасе то посуду свининой пачкать не стоит поэтому я и ножом сначала резал говядину на доске вот он вот в этой чашке вымешивал сначала говядину свинина пойдет потом все в таком виде отправляю в холодильник на просолку на двое с лишним суток а в этой посудине теперь засаливаю свинину пока вымешиваются хочу напомнить нитритная соль добавляю в холодильник на в мясо ради трех вещей сохранение красного цвета у мяса при тепловой обработке придание вкусовичинности и защита ботулизма если мы готовим сыровяльные колбасы то есть те колбасы которые до готовности доходят долго нужно чтобы этот самый нитрит натрия сохранялся на протяжении всего времени завяливания он со временем реагирует с миоглобином и кончается в колбасе поэтому в с и реальный колбасы и сырокопченые не 3-то над ряд добавлятся много если мы используем нитритную соль который содержится не 3 то на 3 этом пол процента то засаливать такую колбасу нужно целиком полностью кидровитой солью если мы готовим вареные колбасы и личины то есть те которые готовятся быстро в них не требуется такое большое содержание он просто успеете прорегировать поэтому мы добавляем нитрита натрияicians и еще момент нитрите натрия добавляют в вареной колбасы, не просто так, взяв с потолка, просто делят пополам соль и все. Нет. Если заглянуть в гости, то мы увидим, что для одной и той же вареной колбасы вырабатываем там докторской, русской, прочей. То есть для колбасы вареной, но с разным содержанием миоглобина, то есть с разным содержанием красного мяса и нитритонатрия тоже разное содержание кладется. Поэтому грубо, если вы готовите докторскую, то делите вашу поваренную соль пополам. Половину поваренной, половину нитритной кладете. Если вы готовите вот такую, как я, колбасу из говядины или только из свинины, из красного мяса, не добавляя жив, то количество нитритонатрия можно немного увеличить. Иначе храниться такая колбаса будет не очень долго. Как-то так. И эта партия тоже вымешивалась. Видите, такое разбитое мясо. Свинину тоже перекладываем в ее родной лоток. В холодильник. Все, мясо просаливается, созревает. Еще важный момент. Время созревания, время просолки зависит от размера кусков. Если вы нарезаете кусками с половиной куриного яйца, то такой нарезки хватит двух-трех суток. Если мясо измельчено еще более мелко, то оно и за 24 часа просолится. Мясо можно просаливать в больших кусках, размером с полкило-килограмм. Такому мясу просаливаться нужно минимум неделю. Напоминаю, это не просто просолка, это еще созревание. Нужно дать поработать ферментом, для того, чтобы набрался вкус ветчинности. Даже и так нарезанное мясо можно смело просаливать трое суток, и оно будет только вкуснее. Встречаемся с вами на моменте добавления пряностей, то есть через двое-трое суток. Итак, трое суток прошли. Сегодня надо завершать процесс приготовления драгубоческой колбасы. Драгубоческой и халяльной. Я подготовил пряности. Этот наборчик для драгубоческой, а этот наборчик для халяльной говяжьей, технологии драгубоческой. Здесь черный перец, тмин, сахар, свежий чеснок и фосфаты. Они повышают влагоудерживающую способность мяса. В живом организме фосфаты присутствуют. Даже в вашем, аж в двух видах. Но с момента забоя и в течение 4 часов по мере роста молочной кислоты в мышцах, фосфаты разрушаются. Так что добавляя фосфаты в фарш, я всего лишь привожу его к состоянию по способности влагоудерживания парного мяса. Небольшую часть фарша я перемолочу вместе с пряностями в пыль. Потом при вымешивании с крупными кусками этот фарш склеит их, и кусочки в колготок волосе не будут разваливаться на части. Измельчать можно и на мясорубке, но мне проще воспользоваться комбайном. А теперь смешать фарш с остальным мясом. И добавить ледяной воды. И очень хорошо вымешать до полного ее впитывания. Очень важный момент. С момента начала посола мяса и до момента окончания набивки температура сырья не должна превысить 12 градусов по Цельсию. Лучше для надежности даже на 10 градусах остановиться. Привысить температуру при тепловой обработке наверняка получите брак. Под оболочкой выступит бульончик. Называется бульоножировой утек. А сама колбаска, само мясо там сожмется, и в результате готовое колбасе будет сухим. Следите за температурой. Все, теперь сырье можно переложить в колбу колбасного шпица и набить. Для сырья и синины все то же самое. Те же самые 10-15% фарша измельчить вместе с пряностями мясорубки. Потом добавить ледяную воду, перемешать и добивать. Набивать я буду халяльную говяжью колбасу в искусственную баранью синюгу. Я, кстати, ее получил от Павла Ямб колбаски. Паш, спасибо огромное. Лежит у меня уже целый год. Наверное, не знаю, куда ее пристроить. Все руки как-то находили. На боковке написано, что предварительное замачивание не требуется. Набивать надо как можно плотнее. И перевязать. Вот такая красивая колбаска получилась. А драгобыческую, ну то есть свиную, буду набирать в другую оболочку. Это айцелл тоже от Павла Ямб колбаски. Он вообще для сыровяльных колбас, но у меня просто нет под рукой других подходящего диаметра. Эта оболочка тоже подходит для вареных колбас. Просто с температурой более точно нужно обращаться. Выше 80 градусов айцелл греть нельзя, если верить надписям на упаковке. Перевязка стандартная. Все, такая колбасень получилась. Все, теперь фарш в оболочке. Никаких перемешиваний он уже не получит. Никаких перемещений одного косточка, то есть другого не будет. Так что за стройкость эмульсии можно не волноваться. А вот в эту оболочку, она называется елочкой, я набил остатки из шприца. Здесь получилась смесь и остатки говяжьего фарша, и остатки свиного. Теперь начинаем тепловую обработку. Так, включу муховочку. Вот так вот. Она состоит из таких этапов. Сначала обсушка с конвекцией в духовке при температуре 70-80 градусов до достижения температуры в центре батона 55-60 градусов. Затем копчение, то об этом позже. Термометр загоняю в центр по оси толстого батона. Видите, термометр лежал при комнатной температуре. Сейчас воткнул, и температура начинает падать. И в духовку. Температура внутри батона колеблется между 12 и 13 градусами. Нагрев пошел. Теперь копчение. Дымогенератор у меня пассивный, так что ему хватит примерно часа. Если у вас с нагнетателем воздуха, то и за полчаса управитесь. По окончании процесса колбаса не должна прокоптиться насквозь. Аромат должен быть очень легкий и тонкий. Собственно, даже коптить не обязательно. Но если будете, то не надо ее как в паровозную топку засовывать. Это установленная температура. А это вот та, которая сейчас. Сейчас я дверь закрыл, сейчас она поднимется до нужной. И завершающий этап тепловой обработки. Его можно проводить в духовке с паром при включенной конвекции. При температуре 75-85 градусов. Можно варить в кастрюле с водой. При температуре до 80 градусов. Я воспользуюсь сувидом. С ним проще всего температуру контролировать. В духовку не убираю, потому что оболочку использовал Айцов. А ее перегревать выше 80, если верить надписям на упаковке, нельзя. Ну, мне просто удобнее сувид использовать. А вообще-то сами в обычной кастрюле варите, и все у вас нормально будет. Или в духовке, если у вас оболочка подходящая. Все прекрасно получится. Варить надо до достижения температуры в 71, плюс-минус 1 градус по Цельсию. По достижении этой температуры вытаскиваем. Моментально охлаждаем, душированием или в кастрюлю с ледяной водой. Кубиков льда набросаете. После чего тоже как можно быстрее охлаждать. А до температуры, по крайней мере, плюс 8 градусов. После чего нарезайте и ешьте. Встретимся с вами уже за пробой. Субтитры сделал DimaTorzok И вот он, долгожданный момент пробы. Начну я с классической драгубоческой кубасы. Обалденная. По вкусу, по запаху, это очень похоже на рубленную ветчину. Очень легкий запах тмина. Из-за того, что жира нет, соленость ощущается сильнее, чем если бы с тем же самым количеством соли готовить более жирную колбасу. На свой вкус я бы, наверное, уменьшил количество соли. Я не пробовал драгубоческую колбасу промышленного типа. Не знаю, если кто-то пробовал, скажите, она действительно более соленая или нет. О, это вкусная колбаса. И, скажем, бутерброд с левым вот так вот на завтрак. Просто класс. А теперь халяльная. Из говядины. По технологии драгубоческой. Пахнет прям говядиной. Она более плотная. Соленость чуть поменьше. Кстати, ощущается, потому что я ей поменьше соли положил. Я же меньше положил соли в говяжью. Слушайте, это вполне себе. Вполне себе классная колбаса. Ветчинный вкус. Из говядины. И вполне себе, несмотря на отсутствие жира, в ней очень даже неплохо. То есть, можно готовить смело. Я считаю, что эксперимент удался. То есть, повторять можно смело. Что касается классической драгубоческой, то я бы посоветовал, может быть, на 1 на 2 грамма уменьшить количество соли. По крайней мере, я в следующий раз буду готовить, а я буду в следующий раз готовить такую колбасу, но я уменьшу количество соли на 1 на 2 грамм, наверное, для драгубоческой. И буду готовить ее регулярно. Вкусная колбаса. Прям вкусно. От мина, может быть, можно даже немножко побольше добавить. Мне понравился вот этот аромат легкий такой. Аромат копчения еле-еле уловимый. Прямо вот только-только. Прямо классно. Я такой-то очень даже люблю. Так что смело рекомендую. И да, вы видели, я сегодня с особенным удовольствием резал колбасу на доске. Это подарок от подписчика. Виктор, огромнейшее спасибо. Я инстаграм Виктора разыщу под роликом. У него своя солярная мастерская. Доска обалденная, торцевая, из Венги. Ну, видите, красота. Да, а резал я вот таким классный. Такой, не катана, наверное. Ну, короче, такой стильный нож от Самуры. Промокод Фрецка все еще действует. Спасибо за компанию. Всем пока. А я колбаски наверну еще. Вкусно. Вкусно.